Братья и сестры И посмотрел на вот это отражение, которое камера показывает, думаю, насколько похож я на этого агента, несущего перемены в мир. И понял, что многого чего не хватает. Не хватает лоска, шарма, манер или чего-то другого. Братья и сестры Давайте откроем текст, который тоже повествует нам эпизод, но такой очень важный из жизни этого же человека. Вторая книга царств, 11 глава, прочтем с 26 стиха. Вторая книга царств, 11 глава, с 26 стиха. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына». И вот если бы на этом месте все закончилось, то, наверное, это был бы хэппи-энд. То, наверное, можно было бы думать, что все правильно произошло. Но читаем дальше. «И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа». Это заключительная часть истории, повествующая о том, как поступил Давид, имея власть, имея влияние, имея авторитет, имея в своем распоряжении воинов. Как он, будучи облеченный властью, поступил с семьей Урии Хитиянина, с его женой. Мы эту историю хорошо знаем. Это только часть истории, но здесь заканчивается речь о том, что делал Давид, имея выбор. Дальше, читая Писание, мы можем прочесть, как действовал Бог, реагируя на поведение Давида. И вот здесь автор, который записывал эти слова, вот он очень интересный такой акцент расставляет. Обращает наше внимание на то, что то, что сделал Давид, было зло в очах Господа. Интересно, как он это понял, наверное, уже глядя на всю историю, которая в дальнейшем развивалась. И вот это вот определение, зло в очах Господа, друзья, как вы думаете, что это такое? Что это за состояние такое зло в очах Господа? Как различить, как понять, как осознать, делаю я подобное или нет? А если делаю, как с этим жить? Как на это реагировать? Что это вообще такое? Согласитесь, друзья, нам порой бывает просто сложно оценить, насколько мы эффективны, как христиане. Нам сложно бывает оценить свое, как-то здраво взвесить свое хождение перед Богом. Это сложно. Еще сложнее дать оценку. Оценку пред Богом своим поступком, своим решением, своим стремлением, своим планом. Тому, что уже сделано или то, что будет сделано. Бывает очень сложно. Но именно вот это вот состояние, которое здесь описал, вот этот термин, зло в очах Господа, который описал автор, мне кажется, может лишить любого хорошего христианина силы, влияния, способности выполнить предназначение. Давид в своей жизни, если почитать вообще его историю, не был идеальным человеком. Или был? Как думаете, был он идеальным человеком? Ну давайте опустим случай с Урией и с его супругой. А вот если это исключить из его судьбы, вот не было бы этого эпизода, можно ли назвать его идеальным человеком? Хорошим, верующим. Почитайте, какая история у него замечательная. Читаешь, просто диву даешься. С юности, видел Бога в своих действиях. Льва хватал за космой, был уверен, что Бог поможет ему умертвить его. Он как-то очень уверенно себя вел. В тех вопросах, в которых этот человек был уверен и мог смело говорить, Божье это не Божье, другие не решались на такие какие-то категоричные заявления. Кажется, с одной стороны, что это был, ну вот по-своему, очень-таки успешный человек. Если бы было христианство, христианин, но вообще просто хороший человек, верующий человек. Но давайте подумаем о том, сколько зла этот хороший человек на самом деле сделал в своей жизни. Зла, вот мы читаем Писание, читаем летопись его жизни, мы видим победы его над царями языческими, мы видим, какие вот он совершал свершения, как он обесчащивал этих царей. Мы видим в этом славу Давида, славу Израиля. Мы видим в этом даже присутствие силы Божьей. И это так оно и есть. Но есть и другая сторона медали. Я думаю, что было очень много людей, которые проклинали Давида. Потому что вот эти вот победы, вот эти достижения, когда вот пели ему, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, это десятки тысяч разбитых судеб, сирот, жен оставшихся одних. Если говорить вот с такой социальной точки зрения, Давид делал много дел, но их можно было по-разному оценивать. Для Израиля это слава и победа. С точки зрения Божьего плана мы смотрим, это аллилуйя, все хорошо. Но с точки зрения тех, на кого Давид изливал этот гнев, которые ощущали его силу, все было не так уж, наверное, и приятно, и хорошо. Я думаю, немало людей проклинали Давида, но ничего не могли с этим сделать. Однако все это никоим образом не мешало ему и дальше служить Богу. Вот заметьте. Все это никоим образом не мешало ему мечтать построить храм Богу. Все это никоим образом не мешало ему писать псалмы и записывать молитвы. Все это никоим образом не мешало ему эти псалмы передавать начальнику хора. Кстати, он собирал материалы для строительства храма Если читаешь Священное Писание, там видно Это были трофеи По большей части это были трофеи Были и дары, но были и трофеи Трофеи, которые он захватывал, наказывая, изливая гнев Божий на языческих царей Много людей, наверное, нашлось бы, которые могли бы сказать, что Давид злой человек Собственно, Бог, когда Давид очень хотел построить ему храм Храм остановил его в этом пути, помните? Остановил! Говорит, ты воинственный человек, ты пролил много крови, не надо строить мне храм Там серьезный разговор был у Бога с этим царем Не надо строить мне храм Сам Бог обращает внимание, что Давид был очень воинственным человеком Но все дело в том, что ни разу мы не видим оценки такой вот, чтобы то, что он делал на полях сражений Чтобы это было определено, как зло в очах Господа Вот это не видно В глазах каких-то людей наверняка он был неправ Но Бог не так оценивал его действия А все потому, что то, что делал Давид на полях сражений Не было воплощением каких-то его личных желаний или амбиций Он просто был орудием, которое использовал Бог для осуществления своего суда над нечестивыми царями Мера греха этих царств, этих народов набралась до такой степени, что их нужно было наказывать Давайте почитаем или вспомним, как в Священном Писании Господь вообще использовал разных людей, чтобы осуществлять свой суд Пройдет совсем не так много времени И Навуходоносор, царь Вавилонский Пошлет своего Военачальника Навузардана И тот придет в Иерусалим И сожжет огнем Иерусалим И храм разрушит И золото храма И все богатства храма унесет в Вавилон И евреев соберет и выведет в плен А почему? Почему такое происходило? А потому что Бог решил наказать свой народ За идолопоклонство, за непослушание За грехи, которые уже тоже превысили все возможные меры И мы видим, человек извне, облеченный властью Равно как когда-то Давид приходил на Амаликитян, Филистимлян, Амонитян Также приходит на Израиль Для того, чтобы осуществить суд Божий Если дальше читать эту историю Очень интересно, что уже проходит время И Кир, уже царь персидский О себе рассуждает следующим образом Говорит, очень интересно, говорит, этот человек Он не еврей Он не, ну не похоже, что он как-то поклонялся Богу живому только ему Но он говорит о себе так Вот Бог дал мне власть И повелел мне Восстановить Иерусалим Восстановить храм Восстановить И он распоряжается Это книга Ездры и Неемии нам об этом повествует И вот как интересно Бог использует людей, облеченных властью Облеченных силой, влиянием, возможностями Для того, чтобы выполнять его предназначения Какие-то повеления Некоторые из них осознают Что они сейчас орудия в руках Бога Как вот этот Кир А некоторые и не осознают Как на ухо Доносор Который о себе настолько возомнил Что Богу пришлось его смирять И он как вол ел траву И не мог за собой даже следить И выглядел ужасно Потому что возгордилось сердце его В этой истории, которую мы сейчас прочитали Вот этот отрывок из истории Царя Давида Мы видим, что Давид здесь Очень как-то самостоятельно Самодостаточно действует Он посчитал себя в праве Корректировать и решать судьбы других людей Исходя из собственных намерений Желаний, предпочтений, стремлений И вот здесь Кроется интересная такая вот опасность Оказывается, что для человека Которого Бог использует в своем плане Может быть такой соблазн Воспользоваться вот тем авторитетом А Бог, когда кого-то использует Он наделяет авторитетом Не обязательно всем быть царями Но каждый из нас наделен авторитетом Дитя Божьего Каждый из нас наделен авторитетом Верующего человека Конечно, местами он может быть подпорчен И это наша вина Это только наша вина Если что-то подпорчено Не Божье Вот всегда будет соблазн Вот этот сложившийся авторитет Даже власть, которая есть Воспользоваться для решения своих вопросов Своих целей Может быть удовлетворение Каких-то своих желаний И если при этом страдают третьи лица Вот Бог говорит Вот это зло в моих очах Это зло в моих очах Я хочу напомнить еще историю Или священник его сыновья Очень неудачно они служили Богу Очень нехорошо Люди на них роптали Бог вел с ними как-то диалог Как-то разговаривал Но тоже не обличал Вот настолько вот Как вот допустим мы считаем Здесь вот с Давидом Вот как-то не так вот он действовал Но вот Но сдержанно Как бы закрывал глаза Потому что от их действий Прямого вреда Вот совершенно такого прямого не было Жизни, здоровью, имуществу Третьих лиц Люди роптали Отвращались от жертвоприношения Вот за это Бог вынес свой суд Но как-то он не так строго звучал На мой взгляд У зла в очах Господа О которых мы здесь прочитали Я думаю есть вполне понятные характеристики И я попробую сейчас Сжато их сказать И мы будем молиться Вот это состояние можно распознать И самый главный признак Это когда человек использует Я уже это повторяю Сейчас просто свожу это в одно Использует авторитет Использует власть данной Богом Для того чтобы прикрыть собственные грехи Собственные недостатки Или как сказали бы люди Выйти сухим из воды Когда все имеющиеся ресурсы Влияния Направляются на то Чтобы в глазах людей Скрыть свое несовершенство Свои ошибки Свой заведомо неправильный выбор Если еще больше обобщить То зло в очах Господа Это когда ты Божьим Распоряжаешься Только для того Чтобы удовлетворить свое плотское Вы спросите Как это? Ну с Давидом вроде бы все понятно Посмотрел Понравилась ему Версавия Кто ему может противоречить? Кто скажет ему Что ты делаешь царь? Никто не сказал Потом Нафан пришел Нафан пришел И обличил этого человека А вот в нашем случае Вы знаете Я такой пример приведу Мы можем обладать информацией Вот как-то что-то мы узнаем Что-то нам становится известным Вот что мы с этой информацией делаем Я думаю братья очень хорошо знают Большое искушение есть всегда Когда ты вот допустим Владеешь какой-то информацией Которая тебе доступна Ну в рамках служения В рамках той ответственности Которую ты несешь И всегда может быть Большой соблазн и искушение Или сложность Не поделиться этой информацией Знаете с кем? С женой Серьезно вам говорю Друзья Особенно если она интересуется Тут приходится выбирать Между злом в очах Господа И злом в глазах жены И в перспективе Сегодняшнего дня Вечера или завтрашнего утра Второе может показаться Куда страшнее А выбор делать-то приходится Ну так оно сейчас Как бы смешно звучит Я специально так говорю Но суть отображается Друзья Нам приходится делать выбор Как мы пойдем Каким путем Что будет Моими интересами Приоритетами Что Как я поступлю Мой поступок будет Не угоден Богу Но угоден Какому-то человеку Или группе людей Или наоборот Это выбор Это выбор Давид сделал свой выбор Он сделал свой выбор В угоду своему Плотскому И для того Чтобы удовлетворить Свои похоти Свои желания И стремления Он воспользовался Всем административным И военным ресурсом Который у него был Чего только стоит Его переписка С Иоавом Военачальником Вы помните Это вообще Это целый сериал Можно снимать Как развивались события Как Давид Праведно гневался Когда узнал Что люди погибли Что Иоав допустил ошибку Зачем он подошел Близко к стене Но Иоав попросил Того гонца Который нес Эту войну Эту весть Что погибли люди Сообщить Что там Иурия умер И Давид говорит Да ничего страшного Меч пожирает То одного То другого Успокойся Иоав Ты все правильно сделал Как все выборочно Как все Ну Относительно То есть Если просто Иоав допустил Такую ошибку И люди погибли Давид В гневе на него Но когда оказывается Что Иоав сделал В угоду просьбе Давида Ничего страшного Иоав Все хорошо Все нормально Все меняется Друзья Это принцип Который отображает Суть нашего выбора Нашего выбора Каждый из нас Стоит перед тем выбором Сделать Наш поступок Будет добрым В очах Господа Или злым И всегда есть Что-то другое Предложение Что-то более важное Как претендующее На что-то главное Знаете Самое страшное В этом вопросе На мой взгляд Даже не сам факт Сделанного зла Потому что Все мы много согрешаем А самое худшее Это когда мы Уговариваемся Договариваемся Со своей совестью И учимся жить В этом состоянии Книга Малахия Вторая глава Семнадцатый стих Я прочту только Семнадцатый стих И я думаю Что кто желает Можете вообще Всю главу прочитать Там очень интересно Описана эта ситуация Вот как звучит Звучит этот стих Вы прогневляете Господа словами вашими И говорите Чем прогневляем мы его Тем что говорите Всякий делающий зло Хорош пред очами Господа И к таким он благоволит Или Где Бог правосудия Это Ну я понимаю Что может сразу Не поймешь О чем идет здесь речь Речь идет о том Что люди Там непростые люди Если почитать Эту всю главу Приняли для себя решение А зачем быть верными Богу А зачем Если полно Лицемерных Нечестивых людей Которые неверны И преуспевают И у них все хорошо Давай и мы Так же будем жить И там в конце Вот дальше уже Рассуждая В этой книге Малахии Бог говорит Обличает И говорит Придет время И вы увидите разницу Между нечестивым И праведным Вы увидите разницу Между служащим Богу И не служащим Ему Увидите А тогда им казалось Что этой разницы нет Зачем И вот они говорят А зачем Бог никак не реагирует Можно делать зло Потому что Бог не реагирует Люди хотели Завязать С верностью Богу И у них это получилось Он описывает Эту ситуацию Печально Иоанн В своем послании Третьем послании Иоанна В 11 стихе Так написано Кто делает добро Третье Кто делает добро Тот от Бога А делающий зло Не видел Бога Кто делает добро Тот от Бога А делающий зло Не видел Бога Вот так все просто Вот так все просто Оказывается Когда мой поступок Можно охарактеризовать Как зло В очах Господа, это значит, что я смотрю в другую сторону, не на Него, не в Его сторону, не пред Ним сейчас предстою, пред обстоятельствами, пред людьми, пред напором жизненным, пред какими-то долгами, еще перед чем-то. Перед этим я сейчас предстою, во-первых, а не перед Богом. У Давида было предстояние пред его желаниями, а не царь или я? А кто мне скажет что-то против? И он воспользовался своей властью. И пришел пророк Нафан, чтобы обличать его. И пришел пророк Нафан, чтобы наставить его на путь Господа, на путь Господень. Вы знаете, друзья, это благословение. Вот это благословение. Когда мы допускать ошибки мы будем все, потому что мы несовершенные люди. Но благословение, когда Господне Слово, Господь как-то нас обличает, наставляет, мы делаем выводы и исправляемся. Мы каемся. Мы меняем свое поведение, мы отказываемся от неправильного выбора, мы принимаем суд Божий. Вот это благословение. И давайте мы сейчас помолимся и попросим нашего Бога, чтобы Он помог нам быть людьми мудрыми, которые смогут различать природу, суть того, что мы выбираем. И чтобы мы оказались теми людьми, которые отказываются от зла в очах Господа. Аминь. Давайте помолимся. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok